Здравствуйте, меня зовут Яна Скворцова, я приветствую вас на своем канале Мода Эджи Дима и канал о моде, красоте, он также об умном шопинге. Сегодня мега суперинтересное видео, я уверена, оно понравится очень многим. Я хочу сказать, что это видео стоило мне неких математических усилий, с математикой у меня плохо, но в общем-то я все посчитала, все просчитала и сейчас расскажу, о чем пойдет речь. Речь пойдет о том, как накопить совершенно безболезненно, в общем-то отказавшись от вещей, которые либо являются хламом, который поступает в наш дом, либо которые мы покупаем в связи с тем, что это спонтанный шопинг, либо которые мы покупаем совершенно осознанно, но они нам только вредят эти вещи. Ну в общем-то отказавшись от этих вещей, я уверена, не почувствовав даже их отсутствие в нашей жизни, прежде всего в нашей повседневной жизни, мы сможем с легкостью накопить вот на такое пальто. Это пальто мне очень нравится, это пальто Деа. Я не знаю, входит ли оно в ряд иконических пальто Максмара, но в общем-то ему присвоено имя и называется, повторюсь, это модель Деа. Я вижу это пальто уже второй сезон на сайте Максмара, в коллекции Максмара. Это пальто не представлено практически ни в одном из магазинов, в общем-то его можно купить либо онлайн, либо через ап, непосредственно магазина, в котором можно сделать вот такие тоже интернет-покупки, но с помощью продавца, а не с помощью своего компьютера и своей кредитной карты. Соответственно, это пальто выходит второй сезон. В прошлом сезоне оно было в черном и в сером варианте, стоило оно 1250 евро без скидки. И, соответственно, в этом сезоне оно опять черное и вот такого розового припыленного цвета. И стоит, стоило оно тоже без скидки 1250, в общем-то цена не поменялась. Со скидкой оно стоит 1000 евро. Я предлагаю вам накопить на это пальто совершенно безболезненно. К следующему сезону я думаю, что за 6 месяцев вполне реально накопить на такое пальто. За год просто вот легко накопить на такое пальто, соответственно, к следующим скидкам, когда оно снова будет стоить 1000 евро, я уверена, что у вас уже будут деньги на это пальто. Так, откуда эти деньги возьмутся? Вот здесь у меня есть мой волшебный список, потому как мне пришлось посчитать, в уме я это все сделать не могу. Итак, я посчитала, что если мы откажемся от печенья, печенье, которое мы очень часто покупаем, чтобы порадовать себя, когда мы смотрим телевизор с чайком, на утро, возможно, мы едим печенье. Так вот, я посчитала, что примерно пачка печенья стоит 2,5 евро, соответственно, если мы умножим это все на 4 недели, которые в месяце имеются, и потом на 12 месяцев, у нас получится 120 евро в год. То есть, вот отказавшись просто от одной пачки печенья в неделю, мы получим 120 евро к концу года. А шоколадки сюда же вошли, да, вот шоколадка примерно стоит 3 евро. Не знаю, сколько она стоит в России, но вот в Италии плюс-минус 3 евро, 200 грамм, 300 грамм хорошего шоколада будут стоить. Соответственно, умножаем снова на 4, потом умножаем результат на 12, у нас получается 144 евро. Этого 120 евро на печенье, 144 евро, если мы откажемся от шоколадки, в общем-то, это пойдет нам только на пользу, да, мы не будем полнеть, а то еще и похудеем, потому как все это сладкое, все это полнит. Уверена, что и кожа наша станет лучше, потому как, в общем-то, когда мы отказываемся от сладкого, когда мы отказываемся от мучного, также и кожа наша, в общем-то, выигрывает. Следующая вещь, от которой я бы предложила вам отказаться, от которой я отказалась много лет назад и, в общем-то, не чувствую совершенно недостатка в этой вещи, это вот салон уход за лицом, да. Я запишу отдельное видео, где, в общем-то, еще раз расскажу, как добиться кожи совершенно здоровой, совершенно в хорошем состоянии. Вы забудете про то, что называется так называемая Т-зона, да, которая очень часто бывает жирная. Вы, в общем-то, забудете о том, что, в общем-то, когда-то ваша кожа, возможно, относилась к сухому типу, либо к жирному типу. Вы поймете, что кожа, она просто кожа, в общем-то, и совершенно просто решить все проблемы с сухостью, с шелушением и, соответственно, с излишней жирностью кожи, и, возможно, даже уменьшится акне, если, в общем-то, такая проблема существует, тоже, безусловно, нормализовав жировой баланс кожи, можно, в общем-то, решить и даже проблему акне, либо очень улучшить состояние с акне. Итак, салон по уходу за лицом примерно 60 евро. Мне стоил раньше поход в салон. Включалась, в общем-то, чистка лица некая, да, вот все это распаривается, давится. После этого следы, как правило, оставались у меня на лице. Примерно это все занимало полтора часа времени в салоне, при этом только, в общем-то, со мной работали, ну, может быть, 40 минут. Все остальное время ты лежишь под распаривателем, под маской, и, соответственно, как-то, ну, платишь деньги, в общем-то, за то, что ты просто там под чем-то лежишь. И, соответственно, если мы откажемся от ухода за лицом, раз в месяц примерно его рекомендуют делать, но некоторые салоны примерно два раза в неделю даже рекомендуют делать, вот чистку лица. Соответственно, мы берем, в общем-то, самый простой вариант, 60 евро в месяц у меня уходило. Соответственно, умножаем на 12, у нас сразу получается 720 евро. Я думаю, что при самых простых подсчетах, 720 евро плюс 144, плюс 120, мы практически уже имеем наше пальто со скидкой. Следующее, в общем-то, что бы я порекомендовала сократить, либо вообще пересмотреть кардинальное отношение, это средства для чистки дома. У меня есть ролик, да, где я говорила, что я убираю всего тремя средствами. Эти средства мегабюджетные, покупаешь их, в общем-то, в большой расфасовке, и, соответственно, хватает их гораздо-гораздо надольше, чем обычные средства в супермаркете. Но хочу сказать, что до того, как я пришла, в общем-то, к такому способу уборки дома, я покупала примерно, ну, раз в месяц какое-то средство. Мне почему-то казалось, что я вот это куплю, и стекла у меня заблестят, вот прям сами собой. Я вот это куплю, и холодильник будет чистый, да. Соответственно, я посчитала, что примерно 5 евро в месяц я тоже тратила. А 5 евро умножаем на 12, у нас получается 60 евро. Итого мы, если откажемся от средства для уборки для дома, вот классические средства, да, которые стоят гораздо дороже, чем простой уксус, чем простой, в общем-то, 90-процентный спирт. Я, посмотрите, ролик рассказывала, как, в общем-то, всем этим можно дезинфицировать и чистить. Но, соответственно, все, мы имеем наше пальто. 160 плюс 720 плюс 144 плюс 120. Ну, в общем-то, все прекрасно, пальто мы имеем. Но не только на этом мы можем сэкономить, отказавшись, в общем-то, от вещей, которые сейчас захламляют, которые сейчас нам не нужны, либо которые можно просто заменить. Итак, я также говорила о том, что я не хожу больше в салон, вот эти все уходы за телом, скраб, массаж, вот это вот, в общем-то, увлажнение постоянное себя любимое, все, в общем-то, я от этого тоже отказалась, достаточно, повторюсь, вынуждена. У меня родился третий ребенок, времени у меня катастрофически не хватало. Итак, соль плюс оливковое масло, соль плюс, в общем-то, ненужный крем. Тоже есть ролик о том, куда деть ненужные крема. Все это смешиваем в хорошей пропорции, можем добавить эфирное масло, например, масло лимона, вот мне нравится, я часто добавляю. И все, это прекрасный скраб, но также это средство два в одном. То есть вы сделали себе скраб, и потом, в общем-то, ничего наносить уже на кожу не надо. Ни крем, ни масло, в общем-то, потому как кожа уже, в общем-то, покрыта. Либо маслом, если скраб был соль плюс масло, либо кремом, если скраб был соль плюс крем. что да, крем, как это ни странно, он не смывается полностью водой. Представляете, что мы наносим на свою кожу, что это даже, в общем-то, потом водой до конца и не смывается. Итак, если мы откажемся от процедуры, мы представим, что 60 евро тоже нам будет стоить один вот такой полный скраб, чтобы, в общем-то, нас помыли, мертвые клетки с нас отшелушили. 60 евро умножаем на 12, получается 720. Соответственно, мы не просто выходим на пальто, мы выходим на некую сумму, у меня в итоге получилось 2314, когда я суммировала все, от чего можно отказаться, достаточно, в общем-то, безболезненно и не почувствовать отсутствие этих вещей в своей жизни. Соответственно, у меня получилось 2314. Это практически отдых за границей, поэтому смотрите, решайте сами. Итак, от чего еще можно отказаться? От журналов. Я говорила, что очень часто эти журналы захламляют нам дом. Ну, в общем-то, даже если мы читаем их где-то на улице, в общем-то, где-то в кафе, на детской площадке, пока ребенок спит, то на журнал у меня уходило тоже примерно 5 евро в месяц, 5 на 12, 60 евро получается в год. Что еще? Я сюда включила чипсы, в общем-то, всякие попкорны, такие тоже спонтанные покупки, когда идешь в супермаркет и видишь что-то вкусненькое. Это могут быть какие-то там йогурты, какие-то вот, ну, какие-то мелочи на самом деле. Но примерно 10 евро в месяц вот на такие мелочи, в общем-то, расходятся. Эти мелочи все оседают, только у нас в районе талии, в районе попы, да, ну, кому как не повезло. И, соответственно, если мы 10 умножим на 12, у нас получилось 120 евро. Ну, я уверена, я уверена, что, в общем-то, на эти мелочи уходит несколько больше денег. Соответственно, в общем-то, спонтанные покупки тоже я бы округлила до 10 евро. Это не всегда бывает еда, да, это будут какие-то полотенечки по дешевке, там, кастрюлечки со скидкой, ну, вот такие там мешалки для кухни. Ну, в общем, я уже тоже в одном из своих видео говорил, как заходишь в супермаркет, а там на тебя все это смотрит, купи меня, купи, я так дешево стою, и все это покупается. Соответственно, если мы тоже заложим 10 евро на такие спонтанные покупки, от которых с легкостью можно отказаться, от которых нужно отказаться, то, соответственно, у нас получится опять 10 умножаем на 12, 120 евро. Ну, и последнее, последнее, в общем-то, в моем списке, это спортзал. Я думаю, что вы уже поняли мое отношение к спортзалу, о том, что, в общем-то, очень часто это некий предлог, чтобы, в общем-то, ну, вроде как спортом занимаюсь, и вроде как за собой слежу, ну, а на самом деле там спорт, это, в общем-то, на 10 минут и не наберется. Соответственно, я предлагаю вам отказаться от спортзала. Если у вас есть абонемент, не продлевать его хотя бы 6 месяцев, мы выходим на теплый сезон, попробовать тренироваться на улице, попробовать тренироваться, вообще-то, на улицах города, либо если у вас есть парк рядом, либо если, вот как я жила, в прекрасном городе Южно-Сахалинск, там вообще рядом хорошая, вообще-то, лесная зона, где можно и бегать, и заниматься, и йогой, и все, что угодно, можно на самом деле делать. И я, в общем-то, скажу, что здесь у меня спортзал, годовой абонемент стоит 370 евро, но я хочу сказать, что это очень плохенький спортзал, очень маленький, душный, я вообще не понимаю, зачем люди туда ходят. И, соответственно, вот 370 евро, я уверена, что в России спортзал стоит несколько даже дороже, абонемент годовой спортзал. Соответственно, 370 евро. В общем, все суммируя, у меня получилось 2400 примерно, и, соответственно, мы не просто имеем пальто, вот такое пальто Део, в общем-то, если мы в течение года будем от всего этого отказываться, денежки откладывать в сторону, но мы имеем практически прекрасный отдых, прекрасный отдых где-нибудь, вот, в общем-то, даже за границей. Соответственно, думайте сами, решайте сами, куда вам потратить деньги, которые останутся от того, что вы откажетесь, вот от списка, от таких, в общем-то, вещей, от которых легко отказаться. Ну и, соответственно, как-то вот так напоминаю, что если вы решите купить пальто, либо любую другую вещь, и на сайте в российском она не продается, либо нет размера, который, в общем-то, уже закончился в российском магазине, а вы померили, вам понравилось что-то, то можете обращаться на сайты Европы, если захотите, в общем-то, я на свой адрес вашу покупку приму, вся информация о расценках имеется в моем инстаграм, я на скворцовом.од.эгд, и, соответственно, можете просто написать мне по почте, напрямую спросить, сколько стоят мои услуги, я с радостью вам отвечу, и с радостью эти услуги вам окажу. Это была Яна Скворцова, всем хорошего дня, пока-пока.